Бейкер-стрит По мотивам рассказов сэра Артура Конан Дойля Продюсер телесериала Джон Хоксворт Добрый вечер, Лондонский мост Третий класс, Лондонский мост Туда и обратно? Все равно, туда Скорее Скорее ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мертв Должно быть, выпал из поезда Клини на его голову Беги на станцию, сообщи о случившемся А я останусь тут Чарльз Грей, Деннис Лил В фильме чертежи Брюса Партингтона Режиссер Джон Хоксворт 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 Это реально не супер. Есть что-нибудь в газетах, Ватсон? Очередная революция в Южной Америке, вероятность войны. Ничего интересного для вас. Лондонский преступник – бездарная тупица. В такой день вор или убийца может невидимкой рыскать по городу, как тигур в джунглях, и даже тогда его увидит. Лишь сама жертва. Зарегистрировано множество мелких краш. На такой величественной мрачной сцене надлежит разыгрываться более глубоким драмам. Счастье для лондонцев, что я не преступник. Еще бы. Хорошо, что такого тумана нет в южных странах, где убивают, не задумываясь. Зам, мистер Холмс. Спасибо. Мистер Холмс. Знаю за беспорядок, извиняюсь. Вот это да. Мой брат Майкрофт жалует к нам. Ну и что? И что? Да это как если бы трамвай покатил по проселочной дороге. Майкрофт движется по замкнутому кругу. Квартира на Аппелмелл, Клуб Диаген и Вайтхолл. Вот его маршрут. Сюда он заходил всего один раз. Какая катастрофа заставила его сойти с рельсов? Необходимо повидаться по поводу Кадогена Уэста. Прибуду немедленно. Кадоген Уэст. Я слышал это имя. Мне оно ничего не говорит. Но чтобы Майкрофт выкинул такой номер, непостижимо. Ватсон, вам известно, кто такой Майкрофт? В пору случая с переводчиком вы говорили, что он занимает какой-то небольшой правительственный путь. Тогда я знал вас недостаточно близко. У него совершенно особая муа. Он сам себе его создал. Подобной должности не было и никогда не будет. У него великолепный, четко работающий мозг, способный хранить в себе несметное количество фактов. Ему вручают заключение всех департаментов, и он тот центр, где подводится общий баланс. Остальные, самые разные специалисты, его специальность знать все. Не раз его слово решало вопрос государственной политики. Значит, сам Юпитер спустился сегодня с Олимп. Вот именно. Кадогена Уэста в моем списке нет. Вспомнил. Конечно. Кадоген Уэст – тот самый молодой человек, которого во вторник утром нашли мертвым на линии метрополитена. Да, да. Слыча, как не помнится, совершенно банально. Молодой человек выпал из вагона. Ни признаков ограбления, ни насилия, Батсон. Мой брат Майк. А с ним наш старый друг, инспектор Брэдстрит. Зачем он прихватил с собой полицейского? Вот, нашел. Кадоген Уэст – клерк в конторе арсенала Вуледжи, 27 лет, Холост. Государственный служащий. Вот и звено, связывающее его с Майкрофтом. Шерлок! Майкрофт! Доктор Ватсон. Ватсон. Вы знакомы с Брэдстритом? Очень неприятная история, Шерлок. Терпеть не могу ломать свои привычки, но власть, придержащие и слышать не пожелали о моем отказе. При данном конфликте на Сиаме мое отсутствие в министерстве крайне нежелательно. Но положение критическое. Никогда еще не видел премьер-министра таким расстроенным. Адмиралтейство? Удит, так опрокинутый улей. Садитесь, Брэдстрит. Но в газетах нет ничего сверхординарного. Очень на это надеюсь. В карманах несчастного были найдены чертежи субмарины Брюса Партингтона. Вы, конечно, знаете о ней. Только понаслышке. Ее значение трудно переоценить. Из всех государственных тайн это охранялось особенно ревностно. Можете поверить мне на слово, в радиусе действия лодки невозможно никакое нападение с моря. О каких чертежах идет речь? Чертежи чрезвычайно сложны и включают 30 отдельных патентов, каждый из которых существенен для конструкции в целом. Где они хранятся? В надежном сейфе секретного отдела, смежном с арсеналом буллиджи. На дверях и окнах запоры. Пожелай главный конструктор флота свериться по ним, ему пришлось бы ехать в буллидж. И вдруг мы находим их в кармане мертвого мелкого чиновника в центре города. Просто ужасно. Значит, вы получили их обратно? Нет, Шерлок, нет. В том-то и дело, что нет. Из сейфа похищены все 10 чертежей. А в кармане у Кадагена Уэста их оказалось только 7. Остальные 3 исчезли. Пропали, испарились, украдены. Шерлок, брось все. Забудь на время свои пустяковые полицейские ребусы. Ты должен решить проблему, имеющую колоссальное международное значение. Дело действительно не лишено интереса. Я не прочь за него взяться. Брэд Стрит, у кого были ключи от сейфа? Комплектов ключей два. Один у сэра Джеймса Уолтера. Он официально отвечает за документы. Он посидел на государственной службе. Почетный гость самых высокопоставленных домах. Его патриотизм не вызывает сомнений. А второй комплект? У Сиднея Джонсона, старшего клерка, техника. Молчалеевый суровый человек, но большой трудяга. Жена свидетельствует, что в понедельник он был дома, а ключи оставались на цепочке от часов. Расскажите нам о Каде Ганеве. Горячая голова довольно не сдержан. По донде службы он ежедневно имел дело с этими чертежами. Кто заперся? Джонсон, старший клерк. А наши чертежи у младшего клерка здесь, все ясно. Но зачем он взял их? Вы можете предложить иной мотив, кроме как продать их? Нет. Тогда возьмем это за рабочую гипотезу. Проделать это он мог только с помощью дубликата. Он открыл зеев, взял чертежи и поехал в Лондон на встречу с иностранным агентом. Он должен был вернуть их до наступления утра, пока пропажу не обнаружили. Он взял 10 чертежей, при нем нашли 7. Что стало с тремя остальными? Вряд ли бы он расстался с ними добровольно. По-моему, тут все абсолютно ясно. Как вы сказали, мистер Холмс, Уэст выкрал чертежи, чтобы продать их. Он встретился с агентом, но они не сошлись в цене. Уэст отправляется домой, агент за ним. Возле агент его убивает, забирает самые ценные документы, а тело выбрасывает из вагона. Все сходится. Браво. Браво, Брэд Стрит. В ваших рассуждениях есть логика. Но если так, розыски можно прекратить. С одной стороны, изменить мертв, с другой, чертежи субмарины, вероятно, уже на континенте. Что же нам остается? Действовать, Шерлок, действовать! Моя интуиция против такого объяснения, и твоя тоже. Даром, что мы братья. Напряги свой ум. Посети место преступления. Опроси людей, замешанных в деле. Переверни все вверх дном. Тебе не выпадало такого случая оказать Родине столь большую услугу. Если ты, в свою очередь, пришлешь мне полный список иностранных шпионов и международных агентов, находящихся в Англии, с их подробными адресами, то я, в свою, начну расследование с визита на станцию Олдгейдж. Брэд Стрит? Матсон? Миссис Хадсон, мы уходим. Когда обнаружили тело? Во вторник, 6 часов утра. Должно быть, он выпал из вагона ночью, в понедельник. Вагонов не обнаружено, никаких следов насилия? Следов насилия не обнаружено. Никто не заметил, была ли открыта дверь? Мы можем установить приблизительно, время по билету. Билета при покойном не было? Не было. Это весьма необычно. Я по собственному опыту знаю, что пройти на платформу метро, не прибивив билета, невозможно. Разве не так? Точно так, сэр. Несомненно. Прежде чем сбросить тело уэста, убийца забрал билет, для того, чтобы скрыть название станции, возле которой он живет. Думаю, доктор прав. Что еще при нем было найдено, кроме роковых чертежей? Ничего необычного. Записная книжка, чековая книжка. Да, и два билета в ложу Бенуара театра в Уллиджи, на тот самый понедельник. Похоже, Уэст собирался пойти туда со своей невестой, мисс Вайолет Уэстдери. Она последняя, кто видел его живым в тот роковой вечер. Они шли к театру, был сильный туман. Вдруг внезапно он ее оставил. Внезапно, без объяснений? Да. Я не заметил на рельсах следов крови. Их почти не было. Но рано на голове должна быть очень большая, учитывая то, что он выпал из поезда на ходу. Это было ужасное зрелище. Череп был сильно раскроен, но внешние повреждения незначительные. И все же не могло обойтись без кровотечения. Движение идет с запада на восток. Да, это станция узловая, сэр. Здесь дорога разделяется, и новая ветка идет на юг под мостом в Ротерит, в Нью-Кросс. Стрелки. Стрелки. На этой дороге стрелок, я полагаю, не так уж и много. Совсем мало, сэр. Стрелки. И поворот. Клянусь, если бы это было так. В чем дело? Фолмс, вам пришла какая-то идея? Догадки, мой дорогой Брэд Стрит, намерки. Но дело приобретает все больше и больше. Поразительно. Просто поразительно. А почему бы и нет? Кэп! Увлекательный материал, Ватсон. Размах. Я проявил тупость, не заметив открывающихся перспектив. А мне теперь еще ничего не ясно. Мне тоже. Но у меня есть догадка, которая может нас далеко продвинуть. Думаю, первым нашего внимания требует сэр Джеймс Уолдерст, хранитель чертежей. Фламстед Холл. Фламстед Холл. Фламстед Холл. Поделитесь вашей догадкой. Он был убит где-то в другом месте, а его тело находилось на крыше вагона. На крыше? Проанализируем факты. Случайно ли это обстоятельство, что труп найден именно там, где поезд подбрасывает и раскачивает, когда он проходит через стрелку? На предметы, находящиеся внутри вагона, стрелка никакого действия не окажет, а вот належащий на крыше. Теперь отсутствие следов крови. Конечно, их не могло оказаться на путях, если убийство совершено в другом месте. Каждый из фактов подтверждает мою догадку. А еще билеты? Этим объясняется отсутствие билета в отцены. Все сходится. Будьте добры подождать. Входите, господа, мы вас ждем. Прошу, за мной. Вот и вы. Спасибо, Бэнс, сэр. Прошу следовать за мной. Тело наверху. Один момент, сэр. Разве вы не из похоронного бюро? Прошу прощения, сэр Джеймс. Я доктор Ватсон, а это мистер Шерлок Холмс. Боже правый. Мы помогаем властям расследовать случай с пропавшими документами. Мой брат, сэр Джеймс Уолтер, скончался сегодня утром. Я полковник Валентайн Уолтер. Господа, прошу за мной. Мы очень сожалеем, сэр. Спасибо. Для нас это стало большим ударом. Но... Позвольте узнать, от чего умер ваш брат? Все из-за этого ужасного скандала. Мой брат... Мой покойный брат был человеком высокой чести. Он всегда гордился безупречным порядком в своем департаменте. Кража чертежей стала для него непереносимым ударом. Это его убило. Мы надеялись получить от него некоторые пояснения. Уверяю вас, случившееся было для него так же непостижимо, как и для всех нас. Разумеется, он не сомневался в виновности Кадогена Уэста. Но от чего он пошел на это, теперь мы никогда не узнаем. Значит, вам больше нечего добавить? Мне? Я знаю лишь то, что слышал или прочел. Вы никогда не встречались с Кадогеном Уэстом? Нет, нет. Я слишком долго пробыл за границей. Работа моего брата связана с государственной тайной. И со мной он ее никогда не обсуждал. Господа, не хочу показаться нелюбезным, но мы сейчас в таком горе, и я вынужден просить вас поскорее закончить разговор. Простите, что доставили вам столько беспокойства. Какой неожиданный поворот событий. Гордечный приступ? Или самоубийство? А теперь к мисс Ветбери. Это невеста покойного Уэста? Да. Я ничего не понимаю, мистер Холмс. С тех пор, как случилась эта трагедия, я не сомкнула глаз. Я все думаю, думаю, доискиваюсь правды. Прошу вас, садитесь. Артур был человеком прямодушным, благородным, истинным патриотом. Он скорее отрубил бы себе правую руку, чем продал доверенную ему государственную тайну. Это абсурд. Для всех, кто его знал, эта мысль недопустима. Но факты, мисс Ветбери. Может, он нуждался в деньгах? Нет. Потребности у него были очень скромные, а жалование он получал большое. Он скопил несколько сотен фунтов, и на Новый год мы собирались обвенчаться. А не был ли он чем-то взволнован? Прошу вас, мисс Ветбери, будьте с нами абсолютно откровенны. Мне показалось, что его что-то тревожит. Давно? С неделю или две. Я как-то спросила его об этом. Положение столь серьезное, что я даже тебе не могу рассказать. Ответил он. Продолжайте, мисс Ветбери, даже если это будет не в его пользу. Неизвестно, куда это может нас привести. Однажды он заговорил о военной тайне. Кажется, он сказал, что иностранные шпионы дорого бы за нее дали. Он заметил, что мы несколько небрежны с хранением документов, и что изменнику не составило бы труда до них добраться. Мистер Холмс, если бы вы только смогли спасти его честь, он ее так дорожил. Так дорожил. Я сделаю все возможное. А теперь расскажите нам о том вечере. Это был понедельник. И мы собирались идти в театр. Виолетт, я должен тебя покинуть. Покинуть? Это очень и очень важно. Прости. А ты иди домой. Пожалуйста, сразу иди домой. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это произошло здесь, мистер Холмс. А он нашел ничего, не объяснив? Да. А вы уверены, что это то самое место? Да. Мы все время встречались на этом месте во время свиданий. Видите, вот здание, где он работает. Больше я его не видела. Ватсон, будьте добры поймать Кэп и проводить мисс Вестбери. Ужасно. Все просто ужасно. Что именно, мистер Джонсон? У нас тут такая неразбериха. Вест умер, глава департамента умер, бумаги похищены. А ведь в понедельник вечером, когда я закрывал помещение, у нас был департамент, как департамент. В котором часу в понедельник заперли помещение? Пять. Кто закрывал его? Я всегда ухожу последним. А сторож при здании имеется? Имеется. Но он охраняет не только наш отдел. Это старый солдат и человек абсолютно надежный. Он ничего не видел в тот вечер. Спасибо. Когда вы заперли помещение, где хранились документы? Вон в том сейфе. Я их сам туда положил. Вздумай, Кадаген Уэст зайти в помещение не в служебное время. Ему понадобилось бы три ключа, чтобы добраться до бумаг. Да. Ключ от входной двери, ключ от конторы и ключ от сейфа. Ключи имелись только у вас и сэра Джеймса Уолтера. Именно так. Сэр Джеймс носил все три ключа на одном кольце. Они всегда были приняты в кольце. Вы тоже никогда не расстаетесь со своим ключом? Никогда. Значит, Уэст, если он преступник, должен был сделать вторые ключи. Разумеется, преступник он. Ужасно думать, чтобы именно Уэст совершил такой поступок. Вы убеждены в его виновности? Больше подозревать некого. Он собирался жениться. Ему были нужны деньги. Да, преступник он. Мистер Джонсон. Если бы кто-то задумал продать эти чертежи, не проще ли было их скопировать, чем похищать оригиналы? Для этого нужны большие технические познания. Позвольте взглянуть. Они были и у Уэста, и у Сэра Джеймса. Может и так, но я прошу не впутывать меня в эту историю. Чертежи были найдены у Уэста. Право же странно, что он пошел на такой риск и захватил с собой оригиналы, когда мог приспокойно их скопировать. Возможно, он спешил. Да, спешил. Как я понимаю, исчезли три чертежа. Они были основными. Несомненно. Тот, к кому попали эти три чертежа, сможет построить субмарину Брюса Паркингтона. Я доложил в Адмиралтействе, что считаю это возможным, но сегодня я усомнился. Вот эти двойные клапаны с автоматическими затворами имеются только на вернувшемся документе. Будьте добры закрыть ставни точно так же, как они были закрыты в понедельник. Ставни сейчас. Большое спасибо. Так. Пойду, пройдусь. Не утруждайте себя. Я сам найду дорогу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Подождите, пожалуйста. Холмс, Батсон. Обратите внимание. Пустопримяты. А теперь взгляните на окна. Ставни посредине чуть-чуть не сходятся. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все верно. Не сходятся. Интересно. Вы не находите? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На 8.15 до Лондонского моста. Я хорошо помню, это точно был Кадаген Вест? Да, разумеется. Я хорошо его знаю, сэр. И уже много лет дня не проходят, чтобы мы с ним не встречались. Какой кошмар. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я как раз говорил жене в воскресенье вечером. Нет, вру, это была суббота. Что нет места безопаснее, чем лондонский метрополитен. Вам не показалось, что мистер Вест кого-то преследовал? Нет, я не заметил, мистер Холмс. Я вообще больше никого не видел в тот вечер. Туман был как молоко, если помните. Но скажу вам одно, мистер Вест был словно не в своей тарелке. Какой-то нервный, встревоженный. У него так дрожали руки, что он никак не мог собрать сдачу. Это ведь уже о чем-то говорится, правда? Наш поезд. Простите. Идемте, Ватси. Войдите. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Да. Пока вас не было, вам пришло сообщение из правительственной службы. Правительственной? Специальный курьер, прибывший в специальном экипаже, предупредил меня, чтобы я не выпускала пакеты из рук, пока не передам его лично вам. Миссис Хатсон, вы самая преданная овчарка. От моего брата Майкрофта. Он пишет, как курица лапой. Читайте вы. Врачи умеют лучше разбирать каракули, чем обычные люди. Первую строчку я не могу разобрать. Что-то насчет мелких мошенников и крупной авантюры. Сейчас достойные внимания трое. Адольф Мейер. Грей Джордж Стрит-13. Это не он, стиль не его. Миссис Хатсон. Луи Ла-Рутьер. Кэмден Мэншенс. Ноттинг Хилл. Еще один старый знакомый, миссис Хатсон. Вы просто чудовище. Простите, сэр, но у меня не сто рук. А теперь исчезните. Читайте, Ватсон. Хьюго Оберштейн. Колфилд Гарденс. Кенсингтон. Известно, что в понедельник он был в Лондоне. По новому донесению, выбыл. Кабинет министров с величайшим волнением ожидает твоего заключительного доклада. Если понадобится, вся полиция Англии к твоим услугам. Майкрофт. Вся королевская конница и вся королевская рать не смогут помочь мне в этом деле. Колфилд Гарденс. Ну-ка, ну-ка. Что случилось? Кажется, нам начинает сопутствовать удача. Думаю, мы с вами осилим это дело. Я ухожу. Когда вы вернётесь? Не знаю. Но обещаю не предпринимать ничего серьёзного без моего верного компаньона и биографа. Субтитры создавал DimaTorzok Он хочет, чтобы я встретился с ним в ресторане? Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, берегите себя. Вам уже не 20 лет. Вы же знаете, каким становится мистер Холмс? Стоит ему почуять добычу. Ещё бы. Доброй ночи, миссис Хадсон. Счастливо, доктор. Субтитры создавал DimaTorzok Всё с собой захватили? Вы поужинали? Да. Тогда кофе с Кюрасо. Синьор Гальдини! Синьор Гальдини! Чашку кофе и Кюрасо для моего друга. И попробуйте одну из сигар владельца заведения. Они не так ужасны, как можно было ожидать. Благодарю. Теперь о нашем плане действий. Совершенно очевидно, Ватсон, что труп был положен на крышу вагона. Или сброшен с моста? Нет, это невозможно. Положен. Крыша вагона, пока-то и без перил. Но как его положили туда? В некоторых пунктах поезда выходят из туннеля наружу и следуют мимо задних стен домов. Когда я выяснил, что крупный международный шпион жил в одном из таких домов, я до того обрадовался, что даже удивил вас внезапной фривольности. Хьюго Берштейн, Колфилд Гарденс 13. Конечно же. Ну да. Я не только удостоверился, что на черном ходу окна лестниц выходят прямо на линию, но именно там пути пересекаются с более крупной веткой, и поэтому поезда метро часто по несколько минут стоят как раз на этом месте. Браво, вы все-таки докопались. Птичка, похоже, упоркнула. Оберштейн отправился на континент, чтобы сбыть с рук добычи. У него нет причин бояться ареста, а то, что в его дом могут забраться воришки, ему и в голову не приходит. Но именно это мы с вами и сделаем. Зачем? Для чего? Вдруг найдем какую-нибудь корреспонденцию. Нет, Холмс. Мне это не нравится. Вы только посторожите. А противозаконную деятельность я беру на себя. Сейчас не время отступать из-за пустяков. Вспомните адмиралтейство, кабинет министров. Вспомните высокую особу, ожидающую от нас новостей. Мы обязаны это сделать. Я знал, что вы не дрогните. Субтитры создавал DimaTorzok Да, солидно. Не только замок, но и засовы. Попробуем через черный вход. Так-то оно лучше, Джонни. О, Холмс. Субтитры создавал DimaTorzok Не прикасайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Следы крови. Следы крови. И здесь. Ну, что скажете? Гениально. Вы превзошли самого себя. Не согласен. Хоть сыты разообразил, где было тело, остальное вытекало из этого факта. Но трудности еще впереди. Промокательная бумага. Промокательная бумага. Замел все следы. Холмс. Нечего остающего. Похоже, он сжег старые газеты. Слышите, Холмс? Да. С чего бы такому, судя по всему, неаккуратному человеку сжигать старые газеты? Возможно, хотела растопить камеру. Но есть крова и уголь. Покажите. Благодарю. 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 Есть. Что? Благодарю. Отлично. Отлично. Думаю, мы на верном пути. Будьте добры заглянуть в колонку объявлений двух оставшихся дизайнеров Дэви Телеграм. Уверен, там вы найдете сообщение от некого Пьеро. 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 Есть. Надеялся на скорое известие. Условия приняты. Напишите более подробно. А второе? Вот оно. В понедельник вечером после девяти. Стучать дважды. Будем одни. Оплата наличными по вручению товара. Подпись Пьеро. Как и в первом случае. В каждой газете имеется сообщение от Пьеро. Странное имя выбрал себе этот мерзавец Оберштайн. Добраться бы до того, кому это адресовано. Ватсон. Скорее. Нельзя терять ни минуты. Захватите газеты. Куда мы? В редакцию Daily Telegraph. Мы еще успеем. Блестяще, Шарлок. Блестяще. Я всегда говорю, если ты захочешь, из тебя выйдет лучший грабитель в Лондоне. У нас такие вещи делать не полагается, мистер Холмс. Неудивительно, что вы добиваетесь того, что нам не под силу. Но когда-нибудь вы с вашим приятелем хватите через край. За Англию, за дом родной. Пострадаем за отечество. Колонка объявлений. Ну что это нам дает? Ты видел сегодняшнее объявление, Пьеро? Сегодня вечером, то же место, тот же час, стучаться дважды. Дело чрезвычайно важное. На карте ваша собственная безопасность. Пьеро. Черт, если он откликнется, мы его схватим. Проснись. Он здесь. Камен-зи. Камен-зи. Девушки отдыхают Теперь я вижу, как легли карты Что это значит? Я пришел к мистеру Оберштейну Я его знаю, вы... Шерлок Холмс Все раскрыто, полковник Как мог английский дворянин поступить подобным образом? Это выше моего понимания Нам известно все о вашей переписке и отношении к Соберштейну О том, что вы украли ключи у брата и сделали тупик Мы знаем, что в понедельник вечером вы пошли в Адмиралтейство И Кадаген Уэст вас увидел Забыв про личные дела, как истинный патриот Кадаген Уэст преследовал вас, скрытый туманом, через весь Лондон до самого этого дома И тут, полковник Уолтер Государственной измене вы прибавили еще одно преступление Убийство Нет, нет Принувь Богом, я не убивал Тогда расскажите, как погиб Кадаген Уэст И что произошло до того, как вы положили его труп на крышу вагона Он выследил меня, как вы и сказали Но я обнаружил его только у входа в дом Я ничего не знал Зачем вам эти чертежи? Он ударился головой о мраморный пол И через несколько минут был мертв Адмирштейну пришла в голову мысль подбросить ненужные чертежи Уэсту в корму А труп опустить на крышу вагона Что заставило вас пойти на предательство, полковник? Я запутался, играя на бирже Мне подозрелось, были нужны деньги Уберштейн предложил мне пять тысяч Это спасло бы меня от разорения бесчестия Мой брат имел привычку обсуждать со мной свои дела Что шло в нарушение правил Эту субмарину, например Разве он мог предположить, что его предаст родной брат? Это было самое страшное Я знаю, он подозревал меня Я видел это по его глазам После того, что случилось с Уэстом Он не мог смотреть людям в глаза Вы хотите искупить свою вину? Чтобы облегчить совесть и, возможно, кару? Чем я могу ее искупить? Где у Уэстейна чертежи? Не знаю Он сказал, что письма, отправленные в отель Лувр в Париже, дойдут до него Значит, у вас еще есть возможность помочь нам Садитесь за стол И пишите под мою диктовку Дорогой сэр Что касается нашей сделки Вы, несомненно, заметили, что не достает одной существенной детали Я добыл необходимую копию Это правда, Шерлок? Правда И что это за недостающая деталь? Двойные клапаны с автоматическими затворами Боже правый Откуда тебе это известно? Я сделал со специалистом по лодкам, братец Итак, полковник Ваши условия Я должен попросить прибавить 500 фунтов Английскими ассигнациями Буду ждать вас Нет, так не годится Оберштейн заподозрит ловушку Фойе отеля Черрингкросс Близость к вокзалу делает его страшно популярным Среди международной шпионской братьи Вы слышали, полковник? В субботу В полдень Буду очень удивлен Если он не отзовется на это письмо А вот он А вот он Ахм 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 Якит Ахм Ахм Наслышите 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 Браво, Брэд Стрит Однако наш предатель сбежал Проклятель Ну и про хвост Не волнуйтесь, господа Мы за ним следим В этом месяце есть буквы «Р» А в клубе Диоген подают отменные устрицы Будьте сегодня моими гостями, господа Пройдем, Шерлок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok